Девушки отдыхают В среднем образовании все безуспешно. Увы, я провалю. Провалю вступительный экзамен. В последнем студенте она как самоотверженная любящая мать, заботится о каждом. Она внимательна и перспективна. Моя самолюбие была задета. Я решил доказать ей, что я смогу ее добиться. И вот я студент в кафедре инженерной компьютерной графики. Да, это правда. Я такая. Ой, а это ты, моя старая знакомая. Вот так изо дня в день ты помогаешь мне по утрам приводить себя в порядок. Для меня, как и для любой женщины, утренний туалет – это залог хорошего настроения на весь день. За последние пару лет я необычайно похорошела. Не так ли? Полюбуйтесь, какой стильной и современной я стала. По последнему слову, мода одета. Да-да. В свои годы я выгляжу сногсшибательной. Пусть это не скромно, но хоть разок можно и не скромно. Теперь я красавица. И как настоящая женщина очень люблю подарки. Мне подарили новый компьютерный класс. 10 новых компьютеров Pentium 4. Монитор Samsung с 19-дюймовой диагональю. А какое измерительное оборудование? Денситометр X-Ride, спектрофотометр, калибратор монитора. Особое внимание заслуживает моя графическая станция на базе Macintosh Power. Сканер Heidelberg Linoscan. Калибрируемый монитор Lucky. Цветной широкоформатный струйный принтер формата А3. Сетевой лазерный принтер Xerox Doca Print. Макинтош самый любимый. Кстати, мне единственное во всем университете сделали такой ценный подарок. Посмотрите, какой он совершенный. Я его доверила в надежные опытные руки Виктору Федоровичу Челамбитько. Здравствуйте, Виктор Федорович. Как настроение? А как вам работается со мной? Челамбитько Виктор Федорович. Старший преподаватель. Ведет курс по обработке текстовой информации. По словам студентов, хороший специалист по верстке. Обладает собранностью и точностью. Любит во всем порядок. Работать с тобой – одно удовольствие. Мне всегда нравилась твоя многогранность, твое стремление к новому. Многие годы начинательной геометрии, компьютерной графики, основ изнательско-поографического дела. И всегда результаты удачно вписывались в учебный процесс. Спасибо. Да, все для вас стараюсь, мои дорогие и любимые студенты. Судите сами. Сейчас для вас постоянно обновляемая материально-техническая база, современнейшая специализированная компьютерная техника и периферия. Не хотелось подрывать вас от работы. Егорова Ирина Николаевна. Доцент, кандидат технических наук. Ведет курс по работе в интернет, рекламу в масс-медиа. По словам студента, коммуникабельный. Поражает живостью воображений и искусством выразит свою мысль сжато и точно. Здравствуй, мы рады тебя видеть. Твоя неуемная энергия заражает как преподавателей, так и студентов. Я думаю, что ребятам нравится этот курс, связанный с работой в интернет. Ну что ж, извини, мы долго не можем общаться, но нас ждет работа. Конечно, студенты – это главное. Все для вас. Для вас интересны методические наработки наших преподавателей, среди которых опытные технологи полиграфических предприятий. Вот, например, моя очень хорошая знакомая Лариса Петровна Габелевская. Габелевская Лариса Петровна – опытный технолог, старший преподаватель. Ведет курс проектирования и расчеты технологических и производственных процессов. По словам студентов – обаятельна. Обладает веселым характером и большой живостью ума. Опытный технолог, который бесконечно совершенствуется, знает свой предмет досконально. Может, она захочет мне что-то сказать? Здравствуй, моя дорогая. Мне очень нравится работать с тобой. Я всегда поражалась твоим таким потенциалом, такими скрытыми талантами, которые всегда находят возможность проявиться. Думаю, что здорово, когда есть перспективы, когда все меняется, движется, когда мы пытаемся быть в ногу со временем. Желаю тебе успехов. Желаю тебе добра. Желаю тебе много новых творческих планов. Спасибо тебе, Лариса Петровна. Трудно прийти в себя после таких лестных комплиментов. Кстати, я сотрудничаю с высоко квалифицированными специалистами по дизайну. У нас читают лекции преподаватели из Академии дизайна и искусств. Мои студенты часто посещают семинары и выставки в этой Академии, где могут получить хорошие навыки по дизайну. Букарева Юлия Сергеевна. Специалист из Академии дизайна и искусств. Ассистент. Ведет курс «Основы дизайна». По словам студентов, обаятельна, симпатична и талантлива. Хотя и молода, раскрывает свой предмет целиком и с большим энтузиазмом. Не хочу отрывать Юлию Сергеевну от работы, но она сотрудник новый. Интересно послушать, что она скажет. Узнать, как обстоят ее дела. Здравствуй. У меня все хорошо. Со студентами общий язык нашла. Меня радует, что ты притягиваешь к себе интересных, замечательных людей. Я рада, что я могу находиться рядом с тобой. Это чувство взаимное. У меня хорошо налажены связи с издательствами и типографиями Хатькова. Сейчас выдающиеся специалисты из нового вида согласились читать факультативный курс по допечатной подготовке. Синенко Константин Валерьевич. Директор «Новый вид 3%». Талантливый, умный руководитель. На каждый вопрос у него есть достойный ответ. Добрый. Стремится раскрыть свой предмет и помочь студентам стать истинными специалистами. Интересно, что они думают о моих студентах? Я думаю, что замечательные студенты, молодые, умные, работоспособные. Очень хорошо, что мы провели этот факультатив и пообщались с начинающими специалистами. Так вот. Я абсолютно с вами согласна. Мои студенты показывают хорошие навыки. Так что им не грозит профессиональная невостребованность. А пока они только учатся. Совершенствуют свое умение работы с графическими пакетами, разбирают принципы верстки, изучают основу веб-дизайна, осваивают медиа-дизайн и изучают новые приемы технологических расчетов полиграфии. Вот, кстати, идут мои любимчики. Мои самые маленькие первокурсники. Для них все здесь диковинку и новую. Интересно, а почему вы решили познакомиться со мной? Знакомство с тобой очень важно. Можно получить хорошие навыки и стать профессионалом подопечатанной подготовкой версткой. Можно научиться печатать все. И даже деньги. А я хочу стать классным мастером в оформлении веб-сайтов. А я хочу стать креативным дизайнером. Придумывать рекламу и фирменный стиль. А мне очень интересны принципы полиграфического оборудования. Меня очень интересует изучение новейших приемов печати. И всему этому я могу научиться только у тебя. Ведь ты единственная не только в Харькове, но и на всей территории Восточной Украины. Надеюсь, ваши мечты сбудутся. Самое главное, хорошо учитесь и посещайте занятия. А вот, кстати, идут занятия по контролю качества полиграфической продукции. Цимбал Лариса Ильинична. Доцент. Кандидат технических наук. Ведет курс по стандартизации и контролю качества полиграфической продукции. По словам студентов, изобретательный, решительный. Любит труд и преданно своей работе. Но не будем им мешать. Да, многое я повидала за эти годы. Слезы грусти и слезы радости. Особенно в период сдачи экзаменов. В период сессии такого насмотришься. В это время у меня отшла. Да, вот еще один мой очень хороший знакомый – Азаренков Владимир Ильич. Азаренков Владимир Ильич, старший преподаватель, ведет курс по обработке графической информации и работы с компьютерно-издательскими системами. По словам студентов, натура, обладающая живым умом, любит новшества, обладает быстрым восприятием современных идей. Как преподаватель обработки графической информации, могу отметить бьющую тебя через край оригинальность и творческий подход, так необходимый для занятия графикой. Ты независимо от своих суждений, ты всегда стремишься быть не такой, как все, и при этом пользуешься большим авторитетом в университете. Это наш общий успех сотрудников и студентов – результат многолетнего упорного труда. Споры, споры, но в спорах рождается не только истина, но и красота. Это моя первая персональная выставка. В ее создании мне помогали старшекурсники, а точнее старшекурсницы. Вот и они. Теперь они заняты перед дипломной практикой и написанием своих дипломных проектов, ведь скоро им предстоит серьезная защита. Ни пуха вам, ни пера. Красота действительно спасет мир. Таким гейзером, фонтаном новаторских и творческих идей является мое студенческое бюро «Ньюанс». Именно эти ребята являются моими стилистами-визажистами. Сейчас они заняты очередным собранием. Сейчас происходит подготовка к студенческому фестивалю рекламы, в котором мы будем принимать участие и собираемся занять призовые места. Вот и мой главный имиджмейкер Людмила Дмитриевна Тютчева. Тютчева Людмила Дмитриевна. Старший преподаватель. Ведет курс художественной основы проектирования печатной и рекламной продукции. По словам студентов, мечтательно. Удивляет своей изобретательностью и вкусом в выборе идей. Одним словом, педагог-дизайнер. То хорошо дизайн-бюро, что мы здесь можем, вот студенты могут как бы быть, выступать в роли заказчика, в роли исполнителя и в роли потребителя. И те проблемы, с которыми они здесь сталкиваются, им очень помогут при решении этих же самых проблем на производстве. Молодцы, ребята. Творческих вам успехов. Со своими студентами я участвую во многих проектах. Поддерживает ребят в таких трудных проектах мой заведующий. Владимир Филиппович Ткаченко. Он обладает быстрым восприятием современных идей, любит новшества и не боится экспериментировать. Зайдем к нему в гости. Леночка, секретарь. Работает на кафедре с 2003 года. По словам студентов, отзывчиво и добродушно. Владимир Филиппович у себя? Да, у себя. Ткаченко Владимир Филиппович. Профессор, кандидат технических наук. Заведующий кафедрой инженерно-компьютерной графики. По словам студентов, всегда спокоен, рассудителем, доброжелателен. Строг, но в меру. У него развито идеальное чувство справедливости. Очень любит свое дело. Владимир Филиппович, расскажите, пожалуйста, о наших достижениях и дальнейших планах. Вот эта разработка наших студентов, вот этот атлас города Харькова, который является симбиозом геоинформационных и современных компьютерных полиграфических технологий. Вот этот атлас мы выпустили по заказу горисполкома. Здесь есть реклама нашего университета, видите, ректор. И реклама рядом нашей кафедры. Это специальности нашей кафедры научных разработок и так далее. А где работают наши студенты? Это седьмой канал, где работает Марванюк, наш выпускник прошлого года. Это предприятие «Фактор друг» полиграфическое, которое взяло несколько наших человек, которые там сегодня успешно трудятся. В аспирантуру остались некоторые, хотя очень мало сегодня идет молодежи, хотелось бы, чтобы больше шло. Ну и целый ряд предприятий. Вот ПТУ-26 полиграфическое, которое готовит рабочие профессии, взяло и работают наши ребята там мастерами. Ну и так далее. Много других предприятий, рекламных фирм, где сегодня трудятся уже наши выпускники. Надо сказать следующее, что действительно перспективы, скажем так, в плане подготовки специалистов в области издательского полиграфического дела, особенно компьютерных технологий, далее научной работы в этом плане, достаточно обширная специальность. И это направление вообще востребовано на сегодня в нашем регионе, на востоке Украины, я не говорю только о Харькове. А мы одни ведем, кстати говоря, подготовку на востоке Украины в этом направлении. Поэтому планы у нас достаточно обширные. Нам нужны молодые люди, молодые петливые умы. Проходите к нам, вы не пожалеете. Что там говорить, многих я в свет вывела. Да, вот и один из моих выпускников, Дима Костарев Дмитрий Борисович, ассистент. По словам студентов, именуется как Дима Борисович, хороший специалист по 3D Max и электронным изданиям. Решил постичь полиграфию как науку, поступил в аспирантуру и остался работать на кафедре. Привет, как дела? Я сейчас преподаю студентам, а также работаю на диссертации. Мне приятно знать, что у тебя все хорошо. Интересно было бы хоть на минуточку увидеть, как там мои выпускники поживают. Вот и Чабан Максим, сейчас он работает на крупной полиграфической фирме. Здравствуй, родная кафедра. Вот уже год как мы расстались с тобой. Благодаря тебе я смог самореализоваться и устроиться на прекрасную работу, на которой меня уважают и любят. Спасибо тебе. Спасибо, Максим. Я рада, что у тебя все получается. Вы приходите ко мне получать знания, а потом уходите. Но думаю, каждый из вас знает, как я вас с нетерпением жду, переживаю. Мне интересно, как сложится ваша жизнь в дальнейшем. Сумеете ли вы реализовать задуманные и поставленные перед собой цели? Мне кажется, ты повсюду следуешь за мной, всегда со мной рядом. Да, это правда. Я была для вас разной, но всегда терпеливой, открытой для общения, заботливой. Я теперь всегда буду с вами. Где бы вы ни были, вы будете помнить обо мне. Я навсегда оставлю след в ваших сердцах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok